Первый чемпион мира в составе сборной России по греко-римской борьбе не старше 23 лет Анвар Алахьяров на Пьегистале уже не новичок, поскольку два года назад в Белграде именно по этому возрасту ты выиграл первое золото, сейчас и второе, прям как Магомед Магомаев. Он, кстати, тебя вчера поздравлял и напутствовал. Спасибо большое за поздравления, за внимание. Да, не первый раз, аль-хамду-ля, получилось выиграть. Очень рад этому. Изначально планировал 6 минут бороться до конца. Рад, что получилось побыстрее закончить, меньше сил потратить. Ты один из тех или из той когорты ребят, которые выступали на чемпионате мира среди взрослых совсем недавно, месяц назад. Вроде неплохо начал, но потом не пошло. И сюда ты приехал тоже, как и тот же АОС Ганибов, например, для того, чтобы поквитаться с вот этим роком, каким-то невезением, может быть. Да, конечно, рад, что выпала возможность такая реабилитироваться, побороться на мире до 23 лет. Что сказать о мире? Ну, честно говоря, не знаю, не получилось отбороться так, как хотел, так, как мог. Но рад, что здесь получилось реабилитироваться. Вот этого Анвара Аллахьярова, если бы привезти в Белград, который сегодня воролся, как думаешь, на большее бы замахнулся? Не знаю, получилось как получилось. Будем стараться на дальнейшие старты совершенствоваться, улучшаться и уже выигрывать. Это уже традиция для борцов сборной России, что по вольной, что по григоримской борьбе, выходить на важный турнир с травмами, на важные схватки. Ну, вот было ли, можно сейчас сказать уже, что у тебя тоже была такая травма, которая мешала проявить себя в полной мере? Да, честно говоря, так было, пару моментов, но... Что за травма? Шею потянул, там чуть ребро. Ну, в принципе, это не мешало выходить, бороться. С Адулаевым не созванивался бы? Не-не-не. У него там серьезная травма, у меня так, по мелочи. Ну, Садулаев тоже на несколько схваток выходил, терпел проблемы шеи. Наверное, это тоже тебя в какой-то степени мотивировало? Нет, там, ну, у него уже конкретная травма. Мне, в принципе, особо не мешала она выходить. Когда я на ковер выходил, уже боль пропадала, в принципе. А я думал, ты сейчас скажешь, я вспоминался Адулаев, и мне становится еще легче от этого. Настраивали меня, тренера настроили, массажисты, врачи, все помогли. Спасибо им большое. И вот за это результат такой. С твоего золота, надеемся, началась хорошая история для сборной России. И у нас есть все шансы, кроме тебя, еще 4 золота завоевать и сравняться с вольниками. У вас же, наверное, какое-то такое негласное соревнование. Есть вольники? У них 5 золотых, у Греко-Римской пока одно, но еще 4 финала. И то, что соревнования, мы за них рады, что у них вот так 5 золотых медалей. Хочется, чтобы все 10 были. Но мы тоже будем догонять потихоньку, постараемся повторить этот результат. И у нас все для этого есть. Предолимпийский чемпионат России, я так понимаю, это сейчас цель номер один? Ну да, ближайший старт предолимпийский чемпионат России, лицензионные турниры Европы. Посмотрим, как сложится. Будем надеяться на лучшее. Что с весом у тебя? 60 это железно твоя категория? Или же не совсем комфортно, может быть, гонять много приходится? Нет, в принципе, нормально. Вес упал немного. И особо дискомфорта не создает. Ты представляешь Ахтынский район Республики Дагестан, хотя, естественно, живешь и тренируешься в Зеленограде, в Химках. Я недавно был в Ахты, и там везде твоя фотография. Предвкушаешь, что тебя там будут встречать уже повторно? Да, в принципе, Ахтынский район всегда встречает очень тепло. Каждый раз, когда туда приезжаю, только теплые эмоции остаются, радость, мотивируют. Так что буду стараться радовать. Вот, кстати, мне кажется, что чуть-чуть Албания или город Тирана чем-то напоминает Ахтынский район. Здесь тоже горы. Может быть, это еще тоже сказалось на твоей победе, да? Что превселило в тебя уверенность, как будто ты в родных местах находишься. Ну, Ахтынский район чуть покрасивее. Ну, Тираны тоже ничего. Свои какие-то моменты есть схожие. А так, в принципе, комфортный, уютный город. Отец сейчас очень рад, я думаю. Он за тебя болеет, переживает, не пропускает ни одной трансляции. Как настраивал папа? Созванивался вчера с тобой, я видел. Да, созванивался. Отец, в принципе, он уже так спокойно относится. Раньше чуть нервничал, переживал. Сейчас уже полегче. Ну, золото и золото, да. Он знает, на что способен его сын. Не в плане результата, а в плане вообще эмоций. Более сдержанный стал. А кто больше переживает, мама или папа за тебя? В принципе, одинаково. Мама, наверное, не так уж... Смотрит борьбу мамы? Да, ну, старается. Когда нервы выдерживает, смотрит. И в первую очередь, голод медаль и чемпионов в мире, Ангар Ала Кэрол, Нючан Аттес. Мистер Петро Нигель Гостанта-Симба, в мире голод медалист. Мистер Петро Нигель Гостанта-Симба, в мире голод медалист.